Всем привет! Это канал Сергей и Леся. Сегодня в Польше, а именно в Леднице, очень прекрасная погода, льет просто ливень. Ну, собственно, здесь такая погода каждый практически день, утром солнце, вечером дождь, а мы едем с вами... Ну, куда мы едем, вы скоро узнаете. А пока что давайте все сначала. Друзья, предлагаем вам прожить один день в Польше вместе с нами. Итак, дорогие друзья, день у нас будет начинаться необычно, будет он начинаться вечером, потому что мы сейчас ходим в ночные смены эту неделю и покажем вам все 24 часа. И так как, ну, чаще всего день начинается с работы, то вот мы вам показываем именно с работы, то есть вечером. Сейчас 9 вечера, мы собрались на работу, уже оделись, вот, и посмотрите, что мы везем на работу. Мы везем нашу зелень, которую вырастили нашими ручками, нашими стараниями. Посмотрите, просто какой салат огромный просто, вот такие салаты везем, редисочки везем, вот лук какой огромный, красивый, а вкусный вообще. Это мы все везем на работу, еще здесь пакеты отдельно, то есть это двум разным людям. Вот, так что поехали, сейчас, ну, уже вечер, но немножко покажем вам дорогу. Мы так приспособились, что перед выездом надо закрывать курей и такая приманка для них, вот, квашеная капуста, которую мы съели. А еще идет дождь, короче, это просто капец. Так что я сейчас бегу закрывать наших курей. Сегодня очень темной, куры, короче, уже сели, так что квашеная капуста будет на завтра. Я просто закрываю. Типа я открываю ворота. Да, ну, типа, вообще всегда это делаю я. Не верьте, я всегда открываю ворота. Я всегда открываю ворота. А где-то открыла? Один раз, сейчас для показовки. Всегда открываю, Сергей ворота. Всегда это все не правда. И сейчас, как всегда, мы спешим, потому что осталось каких-то там 20 минут до начала работы. А мы, как всегда, еще не выехали. Что же, как правило в Польше, обязательно применять безопасность. Без этого ехать нельзя. И ближний свет. Это тоже обязательный факт. И мы едем. Дорога у нас занимает примерно, не знаю, минут 15. Смотря как ехать, мы едем по полям, хотя есть три варианта пути доехать на работу. По магистрали там будет быстрее. Можно поехать через Легницу, через окраину Легницы. И можно поехать, вот как мы едем полями. Эта дорога самая некачественная, но она самая красивая. В Польше и вправду очень много диких животных. А поляки очень бережно относятся к природе. На этой дороге мы очень часто встречаем сарну, зайцев, лисицы. Эта дорога переходит в магистраль. И вот мы подъезжаем к нашему заводу. Пройдя КПП и контроль по мере температур, мы попадаем на наш завод. А это очень интересное место. И сегодня я хочу вас познакомить с некоторыми ребятами. Все они из Украины и все мастера своего дела. Что, ребята, а вот наш друг и коллега Миша. И он сейчас расскажет, что он тут делает. Миша, что вы тут делаете? Что я делаю? Проверяем трубки. Все ли нормально с ними. Нормально ли полютованы. Нет ли никаких дефектов. Нет ли вмятин никаких и так дальше. Покажи. И упаковываем. Ну давай сначала вот, допустим, приходят такие трубки. Вот такие. Но их бывает вообще очень много. Там разновидности. Такие вот, мелкие. Есть вот такие вот даже. Что-то интересное есть. Вот такого вот плана. Это вообще, да. И проверяем, нет ли никаких дефектов у них. Вот. Проверяется очень просто. Сначала, короче, здесь просто сейчас нет такой матрицы, в которую вставляется, затыкаются все дырки и опускаются в воду. Как оно здесь дальше? Оно, короче, дальше напускается в нее в воздух, запускается. И проверяется, нет ли никаких дырочек и так дальше. А, что дальше? Дальше отсюда снимаем. Смотрим, вот здесь только вот приборов. Смотрим, входит ли клочек. Не забито ли оно там лютом в середине. Также проверяем, резьба ходит или не ходит. Вот таким образом. Дальше проверяем на пшижонде. Вот так вот. Должно хорошо все встать. Все должно быть на своих местах. Это очень важно. И дальше, конечно, вот так они должны выглядеть у нас в этом коробке. По 10 штук. Вот мы уже упаковали в 4 коробки. Сделали норму. Конечно же, еще надо одевать такой вот от улин. Вот так вот оно все делается. Оно одевается полностью все. Чтобы вода при минусовых температурах не замерзала. Ну и все. Всем привет. Меня зовут Витя. Такая машина. Довольно-таки интересная. Как процесс называется? Ну, по-польски заглавярка. Заглавение детали. Ничего тяжелого. Нет, тяжелого ничего в этом нету. То есть все просто. Ты должен правильно поставить трубочку, да? Да, я должен установить трубку. Посмотреть, чтобы не было разного обмета. Разных ворсинок всяких от меди. Потому что перед этим обрезалась деталь. И все. И машина сама все делает. Как вообще? Сложная работа? Нет. Ну, стоишь только на ногах и все. Но это все привыкается. Так что тяжелого ничего в этом нет. Ну, спасибо большое. Да, все счастливо. Так, а вот Виталик из Житомира, да? Ой, из Бердычева. Бердычева. И он лютует. И сейчас он покажет, как он лютует. Огонь и металл всегда завораживает. Но, признаюсь вам честно, лютование – это непростая работа. И дается далеко не каждому. Недалеко от меня работала и Леся. В эту ночь она проверяла трубки на герметичность. Но, к счастью, ночка прошла быстро и рабочий день закончился. Я сижу уже 40 минут, жду Сережу. Он сейчас на померах температуры. И сейчас он бежит, мой красавчик. Наконец-то, потому что я уже засыпаю. Я так сегодня немножко подустала. Всем доброе утро. Я уже успела и фильм посмотреть, и в ТикТоке зарегистрироваться. Ну, что же сейчас для всех начинается только день, да? А у нас как бы уже половина дня прошло. Большинство даже еще не началось, потому что сейчас 5.54. 5.54. И главное, работаем мы тютелька-втютелька, минута до минуты. Вот что хорошо, да? Не то, что мясо-комбинар. Что, поехали на закупы? Поехали. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизи не рабом и на заводе был. И штаны носил прямо на скелет. А теперь меня это не торкает. Ну что, друзья, одели масочки, потому что их еще в магазинах никто не отменял. Пошли на закупы. Я сейчас обязательно куплю себе конфет, потому что я устала. Ночные смены я не люблю. Мне надо расслабиться. Сейчас арбуз не хочешь? Ой, рыба. Что это? Я даже не знаю, у нас нет ни списка, ни плана, ничего. Просто сейчас будем так, на ходу что-то придумывать. Ничего себе, друзья, окорочка по 2,49 с картой «Моя бедренка». У тебя есть карта «Моя бедренка»? В машине. Сейчас кто-то пойдет в машину. «Моя бедренка»?» «Моя бедренка»?» «Моя бедренка»?» «Моя бедренка»?» «Моя бедренка»?» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, мой день начинается всегда примерно одинаково. Я иду, пью воду тепленькую, иду, умываюсь, кушаю полезный сейчас уже, полезный и вкусный, притом завтрак. И потом иду на тренировку, куда я сейчас и пришла. Мне очень, конечно, не хочется вам в этом признаваться, но придется. Я поправилась на пару килограмм. Но теперь уже тепло, уже лето, так что их можно смело скидывать. Я не знала, с чего начать, как составлять график питания, вообще, что кушать можно, что нельзя, что именно мне подходит, откуда брать тренировки, чем заниматься. Просто у меня была куча мыслей, потому что в интернете миллион, миллион сейчас материала, но сам ты не понимаешь, с чего начать. И я нашла выход, которым пользуюсь уже не одну неделю и вам хочу посоветовать. Это приложение Велпс. Ребята, это просто шикарное приложение, которое сделает все за вас. Там есть уже готовое меню, четырехразовое. Притом там есть разные, если вы хотите, например, без лактозы для вегетарианцев, или такое общее, стандартное меню. У вас там прописаны все тренировки, просто с упражнениями от А до Я. Я за две недели уже похудела на 2 килограмма. А мне как бы не нужно очень много сбрасывать, поэтому вес уходит очень-очень медленно. И то я за две недели сбросила 2 килограмма. Я вам очень советую это приложение, приложение Велпс. И у меня вам подарок от меня лично. Я оставлю ссылочку внизу в описании к видео и в закрепленном комментарии. И если вы перейдете по этой ссылке, то получите, во-первых, 14 дней бесплатного пользования всеми тренировками и меню. А во-вторых, если вы подпишетесь дальше на полгода, то цена будет всего лишь полторы тысячи рублей. А в злотых это вы сейчас просто упадете. 85 злотых за полгода. Вы представляете, сколько стоят спортзалы, сколько стоят фитнес-клубы, тренеры. И это просто 85 злотых. И полгода вы можете пользоваться всеми их тренировками. А там я вам скажу, не только тренировки для тела, но и фейс-фитнес для лица, и дыхательные практики, и йога. Друзья, скачивайте приложение Велпс, занимайтесь вместе с ним, и вы будете здоровые, красивые, стройные и, что самое главное, счастливые. Ну что же, вот мы проснулись, умыли, сделали зарядочку, и первым делом мы идем в теплицу. Потому что сегодня у нас дождь, погода не поменялась, она у нас тут непредсказуемая. И на улице делать нечего, скажем так. Мы хотели покосить травку, может перенесем это на позже. Так что пока что теплица. А в теплице работы, конечно, тут много. Как вы видите, я вчера подвязывал вот такие вот нитки, и надо сейчас будет, значит, в первую очередь окутать, обвязать вокруг нитки огурчики, чтобы они, направить их, чтобы они плелись. Потом я вчера вырвал вот здесь вот редиску, на вот этом, скажем, на вот этой грядке вырвал, и надо будет тут прополоть. И уже, видите, уже огурчики тут растут, новые огурцы, сразу за редиской уже растут. И что тут еще надо сделать? Я думаю, уже готов наш компост, наше удобрение зеленое такое биологическое. И мы будем еще поливать огурчики вот этим удобрением, потому что мы не используем никакие минеральные синтетические удобрения, используем только органику, только все натуральное. Потому что это все мы кушаем сами, это мы угощаем наших друзей. И здесь, в Польше, надо кушать продукты экологически чистые. И дальше, ребятишки. И когда мы уже все сделали, мы собираем наш урожай. Рвем салаты, петрушку, собираем огурцы, клубнику. И начинаем мы с теплицы. Здесь уже очень много разных видов салата. Сережа насадил 5 видов разных салатов. Они все разные, все вкусные. Мне очень понравился такой кудрявый красный салат. Я просто балдею от него. И каждый день я благодарю Сережу за то, что он не поленился, что он взял нас обоих в руки, что он сделал эту теплицу. Что он посадил все это своими руками. Не жалел времени, не жалел себя. И я, конечно, ему за это очень благодарна. Особенно сейчас, когда мы уже пожинаем плоды. Ну что, пошли собирать урожай. Вот у нас здесь уже салат. И видите, он густой. И мы делаем два в одном. То есть мы его как раз и прорываем, чтобы он не пропадал и хорошо рос. И как раз кушаем заодно. Вырываем прям с корешками, потому что очень густой. Корешки отрываем, забираем листочки. Вот видите, такой салатик красивый. Это, я так понимаю, обычный салат Алладова. Вот, очень зеленый салат. Очень вкусный тоже, я его обожаю. Вот рядом, смотрите, уже другой салат. Он темно-зеленый. Смотрите, какие уже огромные красивые листья. Он так еще хрустит. Интересно вообще. И очень-очень вкусный. Но он здесь не очень густой. Я просто порву листики некоторые. А еще смотрите, какие у нас здесь жители. Вот, Сережа, покажи. У нас очень много вот этих червяков, которые вначале у нас ели просто все, что можно. Когда были еще маленькие огурцы, маленький салат, редиска. Они съедали просто все, что можно. Потому что у нас еще здесь рядом и пруд, и дождь. Вы видите, какая в этом году весна. И лето начало тоже дождевое. Они очень любят дождь, поэтому их много. Так что с ними мы тоже поборолись так изрядно. Вот, смотрите, я с вами поговорила, сколько я уже салата нарвала. Еще сейчас пойдем вырвем цветной. Вот, кстати, вот здесь, смотрите, у нас вот такой еще салат. Листья такое длинное. Тоже очень вкусный. И рядом вот этот кудряшка сью. Это моя любимая. Я его обожаю. Но он еще у нас маленький, видите. Так что, поэтому я его еще немножко кушаю. Но мне очень нравится. А вот еще один салат. Видите, такой с острыми углами. Так, моя любимая зелень. Это укроп. Все. Если есть укроп, мне не надо ничего просто. Смотрите, укроп мы тоже спасли. Потому что первый укроп, кстати, мы не спасли. Зато второй спасли уже, научились. Да, конечно, учиться надо постоянно. Потому что первый наш укроп съела, так как, мошка. Вот. И у нас был сейчас уже огромный укроп. Но ничего. Мы пересели. И видите, вот Сережа там пополивал, пополивал его. И вот уже какой красавчик. Рвем укропчик. И здесь сразу, смотрите, у нас щеперок, как говорят в Польше. Зеленый лук. Я его тоже обожаю. Я вообще люблю именно такие наши традиционные украинские. Украинскую нашу зелень. Это лук зеленый, петрушечка, укроп. Сережа не может меня никак приучить к руколе, к шпинату. Но если шпинат я еще немного кушаю, то руколу, базилик, кинзу, сельдерей. Я не могу переносить не то, что на вкус, а даже на запах. Рву зелень. И мы специально садим лук густо, чтобы можно было вырвать где-нибудь с белой штучкой. Потому что она тоже очень вкусная. Вы видите, здесь у нас лук такой еще молодой в теплице. Я вам сейчас покажу, какой у нас вымахал лук на огороде. Вот, кстати, тоже этот красный мой любимый салат. Идем на огород. Здесь дождь. Но ничего. Вот наши огурчики. Сейчас будем искать огурцы. Мне неудобно, потому что я говорю, микрофон. А у меня штаны без кармана. Боже, какой огурец уже! Смотрите! Надо срочно собирать. Вот, смотрите, какие у нас уже огурчики здесь. Надо еще... Мы подвязывались, Сережа, буквально 3 дня назад. Они так расплелись, что надо опять подвязывать еще. Чтобы нигде не пропустить. Ой, класс! Боже, как я обожаю домашние огурцы. Смотрите, на одном кусте уже 5 огурчиков. И вот, смотрите, какой у нас лук. Просто огромный лук. Сейчас вырвем одну луковицу. Вот, с этой белой штучкой. Сережа ее очень любит. Вот, видите, у нас здесь шпинат. Он тоже начал что-то пропадать. Тоже его что-то пытается съесть. Вот здесь, смотрите, какие у нас уже цукини маленькие. Я вот недавно покупала. Сережа говорит, уже не покупай. Скоро будут наши. Вот наша картошечка. Она цветет здесь. И что интересно, что мы ни разу ее не травили. Потому что каралатских жуков нет. Один жук когда-то пытался здесь долететь. И его сразу съели птички. Потому что здесь очень много птиц. И они просто не успевают долетать. Их моментально съедают. Как это печально не звучит. Все, ребята, бежим. Сейчас еще рвем клубничку. Потому что эти слизни могут ее съесть. И удаляемся кушать. Друзья, так как сегодня пятница. И мы уже отработали. Завтра мы выходные. Сегодня такая прекрасная погода. Перед этим было много дождей. И мы поехали в лес, чтобы насбирать грибов. И вот первый гриб. Просто за минуту. Буквально. И знаете, что мне очень-очень нравится? Что здесь очень много черники. Я просто объедаюсь черникой. Я ее обожаю. А здесь просто весь лес покрыт черникой. Так что пошли собирать грибы и чернику. Между кустиками черники есть такие похожие. Очень и листьями, и вообще структурой ягодки. Только они красные. Это брусника. По-украински это журавлына. Это очень-очень полезная тоже ягода. Она немножко позже будет. Она вот только начинает краснеть. А большинство еще зеленые. Так что просто здесь лес такой нетронутый. Знаете, что ходишь и наслаждаешься. Ну, а заканчивается наш прекрасный день тем, что мы пришли к друзьям на гриль. Сейчас жарим здесь мясо разное, колбаски. И отдыхаем культурно. Так что всем приятных выходных. И хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok